Всем привет, и это новое видео о муравьях. Конечно, долго меня не было на канале, но в связи с тем, что начался лёд формик. И, конечно же, ещё начался лёд компонотусов, я уже всё это дело отснял, и скоро уже выйдет на канале. И чтобы не пропустить, вы, конечно же, нажмите кнопку подписаться, колокольчик, ну и, конечно же, лайкос. И из-за того, что меня долго не было на канале, хочу поделиться неким эксклюзивом. Как известно, в Беларуси жнецов нету, но... а что если я скажу, что есть? Скоро выйдет об этом ролик, поэтому, чтобы я увидел, что вам интересно, подпишитесь на канал и обязательно напишите в комментариях. Но также в этом ролике вы увидите много всяких разных видов и тех, которые меня очень удивили. Я думаю, все моменты рассказал, можно начинать заваривать ячаёк, ну а мы начинаем. Погнали. Всем привет, сегодня будем искать муравьёв. Выехал в такой лес, по идее, сейчас должна лететь формика, и как раз вот тут находится первое гнидор. Сейчас посмотрим, что там. Так, ну тут что-то непонятное. Мы там ходили сегодня утром, там летела формика, тут пока я не вижу. Ну вроде вот в таких скоплениях, больших муравьев, там можно найти мата, которых они вот отплавливают, и там начинают их поедать или наоборот что-то с ними делать. Но там ещё дальше очень много гнёзд, поэтому тут пока не задерживаемся, идём параллельно смотрим всякие коряжки, может там что-то сидеть будет. А сейчас подходим к месту, где находится большая колония тетрамориумов и флаусов, получается. Флаусы находятся вот где-то в этом районе, вот тут их много очень. И вот под камнем тут получается... Ого! Ничего себе тут тетрамориумов. Тетранди, это ж сколько там расплода. При съёмке муравьёв в макро-режиме они меня искусали, и в дальнейшем вы не раз увидите, что мы ходим в перчатках. Ну дабы нас не кусали, когда мы снимаем в макро. Я вас заранее предупредил, потому что могут возникнуть вопросы. Тут вот находится гнездо каких-то формик. Не знаю, какие-то именно. Возможно, это какие-то формик куникулярия. Тут конкретно я не знаю, что за вид. По моим предположениям, это Руфи Барбисы, либо куникулярия. Тут уже нужно смотреть по маткам. Дальше мы идём, тут у нас встречатся аж три муравейника, просто в одном месте. Я такой, опа. Ух, это что-то неинтересно. Матка, матка, смотри! Матка, матка, матка. Вот матка бегает. Так, пробирка. Стой, 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 стой. Так, доставай какую-то любую. Так, маточка, отлично. Так, вата. Вата, вата, вата. Давай, засовывай её аккуратно. А вон и самец, кстати. Вот самец. Так, вот, значит, первая маточка в форме куникулярия Тонаруфа. Отлично. Сейчас вот тут походим ещё. Ну, в принципе, удача. Там ещё самец. Но мы ещё не посмотрели, что находится под корой. А под корой тут у нас тетрики. Офигеть их сколько. Ну и тут, наверное, тоже они будут. Ветер вроде успокоился. Можно нормально посмотреть. Тут вообще непонятно. Тут, наверное, очень сброшенный муравейник. Ну-ка, посмотрим. Сейчас. Надеюсь, я их не беспокою. Да, тут муравей нету. Странно, пустое гнездо. Так, следующее у нас гнездо. И здесь почему-то тоже пусто. Возьмём давайте вот эту деревяшку под ней. Никого нету. Вот так немного копнём. Здесь у нас ничего. Так что... Так, здесь у нас какие-то... Тут у нас формика. Руфа может... Ой, формик фус колодных тут дофига. Так, камера, фокусируйся. Вот, маток тут нету. Да и мы в ней будем брать, потому что гнездо... Сейчас вот внимательно надо ходить, смотреть. Там может сейчас что-то будет интересно. Давайте заодно посмотрим, что тут вот с гнездом. Рядом бегала матка. Здесь вот кипит полностью жизнь. Может, тут что-то под корой будет интересно. Нет, тут нету. Так, там, значит, у нас... Вот там где-то вон гнезда есть. И вот тут ещё пару гнезд есть. Сейчас посмотрим, может, что-то найдём. Короче, смотрите. Так, камера, фокусируйся, пожалуйста. Вот эта матка, это матка формик. И вот то, что мы тут открыли, она, получается, захватила гнездо формик фуска. Или формик лемони. Вот. И матка без лап. То есть она уже убила матку серый формик. Очень интересно. Но мы её обратно кинем и накроем. нам не надо. Я просто хотел посмотреть, что с гнездом тут такое интересное. Но матка красная. Это точно не сценария или формик фуска. Там ещё кто-то. Нашли гнездо формик фусок. Вот, по идее, с ними тут рядом должно быть очень много этих маток лесных. Сейчас это всё тут надо рядышком смотреть. Они могут бегать тут в метре от гнезда. И, может, что-то словим. Вот, как раз тут лесной вот бегает один. Ходя по лесу, мы не раз натыкались на формик лазюков. И в основном в пнях сидят вот формик фуска и лазиус нигер. На каких-нибудь полянках, лугах находится огромное количество тетраморумов. Очень интересный окрас. Некоторые рыжие, некоторые чёрные. И это всё очень интересно. Вот гнездо. И тут, вон, раз, матки. Вон, сколько маток тут ползает. Офигеть их сколько. Возле гнезда их, наверное, сотни будет. А самый нужный вид нам это формик руфа и поликтена, поскольку у них идёт лёд. Их в лесу огромное количество. Подошли мы вот к такому большому муравейнику. И здесь я пока что не наблюдаю скрыльями. Или есть там скрыльями? Тут надо по кругу походить. О! Ля, 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 ля. Говорю же, вон. Да, да, да. Стой, стой, стой. Видел? Короче, словили эту матку. Так, камера, фокусируйся. Селиматку, вон она сидит. Фух, ну это сложно было найти. Так, вон они самца какого-то тащат. Там муравьи. Сейчас ещё немного тут походим. Потому что тут ещё была вроде бы одна. Либо это та, которая сбежала. Либо тут ещё их много очень. Нашли сейчас вот такой бугорок тут. И находится вот такой большущий муравейник. Сейчас тут тоже рядышком походим. Может, что-то интересное найдём. И тут офигеть, какой красивый муравейник. Значит, вот тут ходили ещё. Нашли матку с крыльями. Вон она. Сейчас мы смотрим, ждём. Если сбросит крылья, то забираем. Ну, либо она отбежала, чтобы взлететь. Либо, что больше вероятно, сейчас она, наверное, снесёт... Ой, скинет крылья. Мне удалось достаточно много маток словить. Больше 15 штук. И я ко всем подкинул коконы, но и к некоторым и рабочим. Всё это купить можно дело в ссылочке в описании. Кто с Беларуси, заходите на Куфор. Кто с России, на ВК. Там, в принципе, всё вы можете узнать. Об этом информация. Также хочу напомнить, что история со жнецами скоро выйдет на канале. И также в поисках маток вагусов, потому что я их тоже наловил очень много, об этом выйдет ролик. Также ролик про капитатусов переносится, я кое-что интересное с ними придумал. У меня есть огромная ферма, на котором можно по креативити создать очень крутой ландшафт и потом туда их заселить. Ну, с вами был Антик и всем пока-пока.